Возвращаюсь уже к теме своего доклада и тоже позволю себе некоторое отступление. Мы с Владимиром Федоровичем много обсуждали протокол этого исследования, когда готовили его, когда пытались его инициировать. И Владимир Федорович рассказывал историю про то, как он внедрял органосохраняющие операции на территории, ну сначала нашего института, а потом пропагандировал их уже по всей нашей стране. И как тяжело было общаться с администрацией тогдашней, и как тяжело было общаться с хирургами, которые выполняли операции, в том числе и расширенные операции Урбана Холдина, и как тяжело было доказать о том, что органосохраняющие операции имеют место на существовании, что они нужны нашим пациентам, что они безопасны. И это было действительно революционной методикой, которая очень тяжело прорывалась через тернии к звездам. И сегодня ни у кого не возникает никаких вопросов. Органосохраняющие операции рутинны, стандартны, обсуждать вроде бы нечего. А прошло не так много времени, это было, условно говоря, буквально вот совсем недавно. И обсуждая протокол этого исследования, мы посчитали возможным его несколько революционное название «Деэскалация хирургического вмешательства», хотя между собой называем отказ от хирургического вмешательства при раке молочной железы. Итак, протокол, о котором я хотел бы поговорить, имеет определенную подоплеку. И подоплека прежде всего в том, что неодевантная химиотерапия становится неотъемлемой частью лечения пациентов с диагнозом рак молочной железы. И даже при ранних стадиях заболевания, при первой-второй стадии заболевания, увеличивается количество пациентов, которые подвергаются неодевантной терапии. Более того, биологически агрессивные подтипы, хир-2 позитивные и трижды негативные, становятся именно теми группами пациентов, где неодевантная терапия демонстрирует отличные, великолепные результаты по достижении полного патоморфологического регресса. Да, мы с вами понимаем, что это тоже суррогатный маркер, но другого нет. Поэтому мы пользуемся полным патоморфологическим регрессом, как мерилом эффективности неодевантной терапии. А в биологически агрессивных подтипах это даёт выигрыш и в безрецидивной, и в общей выживаемости. Частота достижения полных патоморфологических или клинических доопераций регрессов совершенно различной. Как я уже сказал, при биологически агрессивных подтипах эти цифры более чем значимы. Сегодня при появлении двойной таргетной блокады, при проведении агрессивной схем химиотерапии по трижды негативному раку молочной железы, мы вправе рассчитывать на достижение полного регресса до 80% наших пациентов. И как следствие возникает вопрос. Хирургическое вмешательство, которое выполняется, будь то органсохраняющая, или мастектомия, которая очень часто выполняется у пациентов после неодеванта, демонстрирует в патоморфологическом ответе полный патоморфологический регресс. Вопрос, зачем мы выполняли достаточно тяжёлую операцию для наших пациентов, не столь тяжёлую для хирургов, но эта операция всё равно наносит определённый хирургический травматизм и меняет жизнь пациента в будущем. Поэтому, когда мы говорим о хирургическом лечении после неодеванта, встаёт вопрос, а сколько же удалять при полном регрессии? Какой объём ткани достаточный, чтобы считать его хирургически адекватным? И вообще можно ли говорить о каком-то объёме удаляемых тканей, если мы делаем операцию, чтобы подтвердить полный патоморфологический регресс? Потому что на сегодняшний день у нас с вами нет в арсенале методики, которая бы заменила хирургическое вмешательство. Все методы инструментальной диагностики, сочетание методов инструментальной диагностики не даёт стопроцентной чувствительности, стопроцентной специфичности и не даёт нам права точно диагностировать полный регресс как таковой. Он и называется патоморфологический, потому что нужна патоморфологическая оценка в соответствующей лаборатории. На самом деле, конечно же, мы не являемся пионерами в данном исследовании. Более того, история попыток отказа от хирургического вмешательства, она достаточно длинная. Работа 2003 года, результаты лечения больных с диагнозом рак молочной железы при достижении полного клинического ответа без хирургического вмешательства с обязательной лучевой терапией, представлено на данном слайде. И что же интересно, в группе пациентов подвержится хирургическое вмешательство и в группе пациентов не подвержится хирургическое вмешательство безрецидивная выживаемость на протяжении 12 лет абсолютно сопоставима. Да, рецидивы случились, но они случились и в той, и в другой группе. И их частота абсолютно совпадает. Как я уже сказал, патоморфологическая оценка нам нужна в обязательном порядке. Методы оценки, к сожалению, не на столь эффективны. Стандартные методы, которые рутинно применяются в маммографии УЗИ, честно говоря, вообще не удовлетворительны. Чувствительность, специфичность маммографии ультразвукового метода крайне низкий. Да, мы с ними рутинно пользуемся. Мы рутинно пользуемся пальпаторными методами, руками оцениваем эффект проводимой терапии. Но, к сожалению, эта оценка очень недостоверна. Более современные методы исследования, ПЭТ-КТ, Аффект-КТ. Да, несколько выше чувствительность, несколько выше специфичность, но они всё равно не стопроцентные. И мы не можем с помощью них полностью быть уверены в том, что резидуальная опухоль не осталась. А как ни странно, именно от наличия или отсутствия резидуальной опухоли зависит постоперативное лечение. И то, что сегодня уже термин прозвучал, постнеодевантное лечение, то есть если мы раньше говорили просто об одевантном лечении, то сейчас схема лечения, режим ведения пациента после того, как пациент подвергся неодевантной терапии, принципиально зависит от того, осталась опухоль или не осталась как таковая. МРТ исследований как метод диагностики ПЦР, вы понимаете, тоже, к сожалению, не даёт нам точной оценки. Поэтому на сегодняшний день фактически оценка эффективности неодевантной терапии возможно только если есть материал, который отправлен в патоморфологическую лабораторию. И, собственно, получение этого материала является крайне важным для оценки эффективности неодевантного воздействия. В мире существует несколько работ, и одна из них представлена на данном слайде. Это использование вакуум-аспирационной биопсии с целью верификации полного патоморфологического регресса. И эта работа демонстрирует, но совсем негативные результаты. Она хуже, чем инструментальные методы диагностики, изотопные методы, МРТ-методы. 37% частота ложно-негативных ответов. Но что нужно отметить? Что оценка клинического ответа в данном протоколе была с помощью только МРТ, и производилась вакуум-аспирационная биопсия использованием иглы 14G, что, в общем-то, достаточно немного тканей можно было забрать, и информативность не очень интересна. Как следствие, произошло развитие методики вакуум-аспирационной биопсии для верификации полного патоморфологического регресса, и работа, которая продемонстрирована в 2019 году, демонстрирует частоту ложно-отрицательных заключений 17,8%. Тоже не очень здорово и не очень хорошо. Но если внимательно посмотреть на эту работу, если посмотреть подгрупповой анализ этой работы, которую представил доктор Хейл в прошлом году, очень многое зависит от того, как выполнялась эта процедура. И если процедура выполнялась вакуум-аспирация, я имею в виду с помощью иглы 7G, это достаточно толстая игла, максимально, наверное, толстая игла, которая представлена сегодня, это позволило забрать большое количество материала и предсказать правильный ответ. Именно предсказать, осталась опухоль как таковая или не осталась. И при игле 7G 41 пациент демонстрирует частоту ложно-отрицательных ответов 0%. Отсутствие резидуальной опухоли по данным обследования, я имею в виду инструментальные даты обследования, вакуум-аспирационной биопсии 6%, и более 6 биоптатов дает 3%. Это те проценты, которые, в общем-то, уже становятся более-менее приемлемы, которые приближаются к достоверной оценке результатов. У нас также есть опыт, о котором сегодня говорил Владимир Федорович, опыт подтверждения полного патоморфологического ответа до выполнения хирургического вмешательства. Мы проводили нашим пациенткам неодевантную терапию и затем выполняли биопсию опухолевого ложа и сравнивали с данными инструментальной диагностики, которые также проводили по окончанию неодеванта. В этой работе был большой плюс. Мы в последующем выполняли стандартное хирургическое вмешательство. У нас был цен, с чем сравнить данные проводимой биопсии. Так вот, биопсия опухолевого ложа говорила о точности 90%, о чувствительности 100%. Неинвазивные методы близко не приближались к этим результатам. Поэтому биопсия опухолевого ложа, забор материала, является на сегодняшний день единственной возможной методикой, которая может подтвердить или опровергнуть достижение клинического полного регресса, который, соответственно, является либо полным патоморфологическим, либо таковым не является. Поэтому в нашем учреждении было принято протокол к исполнению, проведенный через ученый совет, зарегистрированный на сайте clinicaltrials.go, в котором мы называем отказ от хирургического вмешательства на молочной железе. Критерии включения. Да, действительно, мы включаем пациентов с достаточно ранними стадиями заболеваний. Мы говорим о пациентах Т2 и 0, мы говорим о пациентах Т1 и N1. Это трижды негативный и ХР2-позитивный рак молочной железы. Соответственно, мы маркируем перед началом лечения как первичный опухоль, так и лимфатический узел, если он имеет признаки инструментального поражения. Более того, мы верифицируем лимфатический узел до начала неодевантной терапии вместе с процедурой маркировки. Мы проводим химиотерапию, соответственно, ХР2-позитивную химиотерапию с двойной таргетной блокадой. У трижды негативных больных раком молочной железы мы проводим антрациклин, содержащую схему с токсанами и препаратами платина, в частности, карбоплотин. Мы действительно у трижды негативных не включаем пациентов с БРК-мутацией. Это также является критерием исключения, потому что мы говорим только о трижды негативных пациентах без БРК-мутации. Мы проводим оценку ответа опухоли, мы проводим ее с помощью доступных нам в арсенале средств диагностики, это мультидисциплинарная диагностика, и при остаточной опухоли выполняем стандартное хирургическое вмешательство. Если по данным инструментальной диагностики остаточная опухоль есть, ни о какой вакуум-аспирационной биопсии речи не идет. Мы удаляем опухоль в объеме стандартного хирургического вмешательства, в данном конкретном случае либо мастектомия с реконструкцией, либо тот или иной вид органсохраняющей операции. В случае же выявления клинического полного регресса пациентка подвергается вакуум-аспирационной биопсии опухолевого ложа иглой 7G, это очень важный момент этого протокола, именно диаметр иглы, и проведение биопсии сигнальных лимфатических узлов с таргетной акселярной лимфодиссекцией в случае, если лимфатический узел был изначально поражен. Вакуум-аспирационная биопсия позволяет забрать достаточное количество материала, получить соответствующую информацию из патоморфологической лаборатории. И в случае выявления вот в этом субстрате, который забирается при вакуум-аспирационной биопсии, признаков опухолевой, остаточной опухолевой нагрузки какой-то, будь то резидуальная опухоль, будь то опухоль инситу, будь то инвазивная опухоль, мы выполняем стандартное хирургическое вмешательство, расценивая процедуру вакуум-аспирационной биопсии как просто биопсию, и выполняем операцию в режимах стандартной клинической практики. В случае, когда мы не находим после вакуум-аспирационной биопсии опухолевых клеток, мы выполняем лучевую терапию, безусловно, с бустом на ложе опухоли. На сегодняшний день включено 24 пациента, из них 11 подверглись вакуум-аспирационной биопсии, 13 пока находятся на этапе неодевантной терапии. Одна пациентка отказалась от вакуум-аспирации, это ее право, и отказалась при полном клиническом ответе, и была подвергнута хирургическому вмешательству. Одна пациентка не достигла ответа, и также была подвергнута хирургическому вмешательству. Из 11 пациентов, в которых выполнялась вакуум-аспирационная биопсия, отсутствие опухолевых клеток у 8 пациентов, у одной опухоли инсиду, у HER2-позитивной, и резидуальная опухоль у двух пациенток, соответственно, одна трижды негативная, вторая HER2-позитивная. Этим пациенткам была выполнена реоперация стандартной клинической практики. Что мы удаляем? Мы удаляем те самые столпики ткани, которые когда-то были ложем опухоли. Безусловно, мы удаляем биоптка ткани молочной железы с меткой, потому что мы промаркировали опухоль изначально. Обязательно рентгенография удаленных образцов ВАП для того, чтобы посмотреть, действительно ли метка забрана в соответствующие процедуры. Кроме этого, мы выполняем таргетную акселярную лимфодисекцию, которая также позволяет забрать лимфатический узел, изначально имевший подтверждение патоморфологического метастатического поражения, и, соответственно, этот узел забирается для патоморфологической оценки. Какие вопросы у нас возникли? На самом деле, это, наверное, нормально. Вопросы во время проведения исследования. Опухоль инситу, полный патоморфологический регресс по данным существующей на сегодняшний день классификации. Но возможно ли в этом случае отказаться от стандартной хирургии? Мы пока не отказываемся. И самый главный вопрос – как оценивать ответ на неодевантную химиотерапию при наличии остаточной опухоли? Потому что система РСБ подразумевает стандартную хирургическую практику, а не удаление соответствующего вакуум-аспирационной биопсии. Также у нас существует большое количество вопросов, которые, наверное, возникнут и у вас, и на которые существуют соответствующие ответы, представлены на данном слайде. Ну и завершая свою презентацию, я должен сказать, что, наверное, несколько лет назад данная презентация должна была вызвать бурю негативных эмоций. Сегодня, надеюсь, эта презентация вызовет бурю вопросов. И я всячески агитирую коллег задуматься над этой идеей и, возможно, присоединиться к нам. Спасибо большое. Продолжение следует...